Весь август Владивосток Некоторые горожане откровенно выражали свое недовольство в сети, другие относились к происходящему с уронией. В то же время взбесившийся грозовой фронт и не думал утихать. Уже 28 августа в 15 районах Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации, в том числе и во Владивостоке. Борьба идет с водой на всех этапах, я думаю, что это хороший экзамен в жизни, и мы сделаем выводы и уроки, и будем продолжать работать. Глава города даже предпринял ночной обход по самым кризисным точкам города, где перед ним отчитывались о ходе работ по ликвидации последствий чиновники. На момент ночного обхода Олега Гуменюка во Владивостоке выпало 58 мм осадков. За столь короткий срок это легко можно приравнять к особо опасному природному явлению в масштабах города. И последствия для некоторых районов Приморской столицы такими и оказались. Такую точку зрения отчасти подтвердили и главы административно-территориальных управлений. Первые же удары стихии на территории Ленинского района выявили ряд мест, которые практически стали чрезвычайными. Это сход грунта со склона сопки Комарова в районе улицы Ладыгина и Кузнецова. Это сход грунта в районе Тобольская 11 и 6 подтоплений улиц в различных частях района. Селевой поток на Ладыгина, сход грунта на Тунгусской, подтопленные низины в центре города, на Тихой и еще в десятках других мест. Все эти события разом навалились на администрацию Владивостока, экстренные службы, а также сотрудников муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Ну, очень много намыло, много оползней было, убирали. Работать надо, помогать городу, спасать город. Просто кто-то этого не видит, ну кто-то не ценит наш труд, кто-то там ругается, кто-то говорит молодцы. Хочу, чтобы наш город был чище. В единой дежурной диспетчерской службе круглосуточно вели мониторинг. В рабочей группе был и замглавы города Владимир Черепков. Там он выступил перед прессой. Причиной стало обильное выпадение за короткий промежуток времени осадков. В этом случае, опять же, я повторюсь, идет на нос грунта сопок, так как рельеф города у нас гористый. Естественно, по результатам проведения работ будут сделаны выводы. По результатам этих выводов будут приниматься и меры, и будем учитывать в будущем организацию работы. Какие сейчас уже выводы можете сделать? Сейчас еще рано делать выводы. Давайте мы закончим полностью. Что же, кроме трехмесячной нормы осадков, принесли городу ливни? Определенный бонус получил аэропорт Владивостока. Дренажную инфраструктуру Международной воздушной гавани реконструируют. У руководства уже готова проектная документация дренажной системы, которая позволит увеличить водопропускную систему. Глава региона отметил, что готов помочь в реализации этих планов, а также в приобретении дополнительной техники, в том числе передвижных насосных станций. В то же время, краевая власть указала городу на необходимость тщательно готовиться к проведению ремонта дорог и не откладывать его на вторую половину лета, сезон дождей, а проводить заранее, в мае и июне. А один из главных выводов глава города озвучил в интервью приморским СМИ. Наверное, я вас удивлю, если отвечу, что капитальный ремонт ливневки на Динамо был ровно год назад. Ливневка чистая, все работает. Почему все тонут? Да потому что ливневка там была сделана много десятков лет назад и была рассчитана на другой Владивосток. То есть принципиально нужно строить новые системы, но это колоссальные затраты, которые не потянет даже краевой бюджет, не говоря о городском. Надеюсь, деньги рано или поздно найдутся. Вслед за главой города эту веру лучше остается разделить и патриотам Владивостока, иначе масштабы оттока населения из Приморья, которые сегодня оцениваются в 80 тысяч человек в год, достигнут, как и уровень осадков, критических отметок. Олег Завьялов, Евгений Черемухин. Новости на восьмом.